Общее сведение. Синдром кошачьего крика – синдром Лежина, частичная моносомия, связанная с нарушением структуры короткого плеча 5-й хромосомы. Потери от 1-3 до 1-2 его длины, реже полной утратой короткого плеча. Синдром кошачьего крика относится к числу редких хромосомных заболеваний с популяционной частотой 1 час 45 минут минус 50 тысяч. Среди новорожденных с синдромом кошачьего крика отмечается преобладание девочек над мальчиками в соотношении 4-3. Заболевание было описано в 1963 году. Французским генетиком и педиатром Ж. Лежином и по автору получило название «синдром Лежина». Однако в литературе за данной патологией закрепилось образное название, связанное со специфическим признаком плача новорожденных, напоминающим кошачий крика. Синдром кошачьего крика Причина синдрома кошачьего крика Развитие синдрома кошачьего крика связано с потерей фрагмента 5-й хромосомы, а, следовательно, генетической информацией, хранящейся на этом участке. В 85-90% случаев дилеция короткого плеча образуется в результате случайной мутации, в 10-15% наследуется от родителей, являющихся носителями сбалансированной транслокации. Наиболее частыми цитогенетическими вариантами хромосомной аберрации служит утрата 1-3 или половины длины короткого плеча 5-й хромосомы. Потеря меньшего участка или сего плеча встречается исключительно редко. При этом для степени выраженности клинической картины синдрома кошачьего крика важен не размер утерянного фрагмента, а отсутствие конкретного участка хромосомы. Так, при потере небольшого участка хромосомы в области 5 по 15-2 развиваются все клинические признаки синдрома, кроме кошачьего крика. Критическим для возникновения характерного крика является выпадение участка хромосомы в области 5 по 15-3. Наряду с простой дилецией могут встречаться другие цитогенетические вариации синдрома кошачьего крика, мозаицизм, кольцевая 5-я хромосома с дилецией, участка короткого плеча, рецепрокная транслокация короткого плеча 5-й хромосомы на другую хромосому. Непосредственной причиной мутации могут выступать различные повреждающие факторы, воздействующие на половые клетки родителей либо Назиготу, алкоголь, курение, наркотические вещества, ионизирующая радиация, лекарственные препараты, химикаты и пер Закрывающая круглая скобка. Вероятность появления ребенка с синдромом кошачьего крика выше в семьях, где уже рождались дети с подобным заболеванием. Симптомы синдрома кошачьего крика Новорожденные с синдромом кошачьего крика, как правило, рождаются доношенными, но с небольшой пренатальной гипотрофией, средняя Масса при рождении около 2500 года Беременность у матери может протекать абсолютно нормально или сопровождаться угрозой самопроизвольного прерывания не чаще, чем в популяции. Наиболее патагноманичным ранним признаком синдрома является плач ребенка, который напоминает мяуканье кошки. Высокое и пронзительное звучание детского крика обусловлено анатомическими особенностями строения гортани при данном синдроме узостью. Ее просвета – небольшим надгортанником, необычной склачатостью слизистой оболочки, мягкой консистенции хрящей. Некоторые авторы считают, что специфический крик имеет центральное происхождение и не связан с недоразвитием гортани. Примерно у третьей детей кошачий крик исчезает к вторым годам, у остальных остается на всю жизнь. Фенотип детей с синдромом кошачьего крика отличается преобладанием лицевой части черепа над мозговой, лунообразным лицом, гипертеллоризмом, антимангооидным разрезом глаз и пикантом, деформацией ушных раковин, плоской спинкой носа, короткой шеей с крыловидными складками. При обследовании у детей выявляется микроцефалия, мышечная гипотония, снижение рефлексов, нарушение сосания и глотания. В неонатальном периоде может развиваться инспираторный стридор и цианоз. Другие клинические проявления синдрома кошачьего крика могут значительно варьироваться по своему сочетанию у отдельных больных. Со стороны зрительной системы нередко обнаруживается врожденная катаракта, близорукость, косоглазие, атрофия зрительного нерва. Изменения со стороны костно-мышечной системы проявляются синдоктилией, стоп, врожденным вывихом бедра, косолапостью, плоскостопием, клинодоктилиевые пальцы кисти, сколиозом, диастазом прямых мышц, живота, паховыми и пупочными грыжами. Частыми спутниками синдрома кошачьего крика являются нарушения прикуса, готическая нёба, микрогения, расщелина нёба и верхние губы, расщепление зрачка. У многих пациентов наблюдаются врожденные пороки сердца, ДМЖП, ДМПП, открытый артериальный поток, тетрада фалла. Пороки и развитие почек, гидронефроз, подковообразная почка, крипторхизм, гипоспадия. Реже отмечается мегаколон, запоры, кишечная непроходимость. Дерматоглифическими признаками синдрома кошачьего крика могут служить одноладанная складка поперечной складки сгибания дыры. Поведение детей характеризуется гиперактивностью, однообразными движениями, склонностью к агрессии и истерикам. Детям с синдромом кошачьего крика свойственно глубокая умственная отсталость в степени имбицинности и диатию, грубая системная. Недоразвитие речи, выраженные отставания в моторном и физическом развитии. Половая и репродуктивная функции у лиц с синдромом кошачьего крика обычно не страдают. Иногда у женщин выявляется дурогая матка, у мужчин уменьшение размеров тестикул, однако сперматогенез существенно не нарушен. Как, например, при синдроме Клайнфелтера. Продолжительность жизни больных с синдромом кошачьего крика значительно укорочена, большая часть детей погибает в первый год жизни. Из-за сопутствующих пороков и их осложнений, чаще от сердечной и почечной недостаточности. Лишь около 10% доживают до подросткового возраста, хотя имеются отдельные сообщения о больных, достигших 50 лет. Диагностика синдрома кошачьего крика. Если в семье уже имели случаи хромосомных заболеваний, еще на этапе планирования беременности будущим родителям рекомендуется посетить генетика и пройти генетическое тестирование. В процессе беременности наличие у плода синдрома кошачьего крика может быть заподозрено на основании результатов ультразвукового пренатального скрининга. В этом случае для окончательного подтверждения хромосомной аномалии рекомендуется проведение инвазивной пренатальной диагностики. Амниоцинтеза, биопсии варсинхориана или кардоцинтеза и непосредственного анализа генетического материала плода. После рождения предварительный диагноз синдрома кошачьего крика устанавливается неанатоловом на основании типичных диагностических признаков характерного плача, фенотипических черт, множественных стигм, дезембриогенеза. Для подтверждения хромосомной патологии проводится цитогенетическое исследование. Учитывая наличие у детей с синдромом кошачьего крика, множественных аномалий развития необходимо, чтобы в первые дни жизни новорожденные были осмотрены детским кардиологом, детским офтальмологом, детским урологом, детским ортопедом и другими специалистами. Лечение синдрома кошачьего крика. Специфического лечения данного хромосомного заболевания в настоящее время не существует. Для стимуляции психомоторного развития под наблюдением детского невролога проводится курс медикаментозной терапии, массажа, физиотерапии, ЛФК. Дети с синдромом кошачьего крика нуждаются в помощи психологов, дефектоловов, логопедов. Врожденные пороки сердца при синдроме кошачьего крика часто требуют хирургической коррекции, поэтому детям необходима консультация. Кардиохирурга, проведение ХОК и других необходимых исследований. Дети с патологией мочевой делительной системы должны находиться под наблюдением детского нефролога и периодически проходить комплекс необходимых обследований УЗИ почек, общий анализ мочи, биохимическое исследование крови и мочи и ДРЭ. Закрывающая круглая скобка.